Он какой-то такой жесткий, такой какой-то вот... Он примерз. Вот у него такой прозрачный этот переход. А с какими червячками вы едите рыбку? Длиною сантиметра два такой круглый червь. Чем вам грозит такое лакомство? Находят вот этого уже возбудителя, который в спирали, который уже в стенку желудка или кишечника въелся. Меня пытались подкупить, но я доведу расследование до конца. Мы рыбу уже все равно сдадим на экспертизу, мы ее купили, это наша рыба, наши глисты. Неделю назад в абзац обратился Сергей. Купил вяленого окуня, когда его разрезал, внутри были черви или глисты, я не знаю, это был ужас. Они были красные, длинные, такие тоненькие черви, вот, их было много, ну это жуткое зрелище. Сергей был в шоке, ведь такое он встречает впервые. Я, наверное, долго не буду кушать вяленого окуня. К сожалению, я не знаю, где они ее хранят, выращивают, но это был кошмар. Сейчас я отправлюсь в магазин и проверю, действительно ли они торгуют неликвидом. Немедля еду за контрольной закупкой рыбки с протеинчиком, чтобы проверить ее на глисты. Мне нужен вяленый окунь, где мне его найти? Окунь? Да, вяленый. Сейчас тебе ключик, перчатку и набирай, и дома она приходит, и я вам вожу. Мне кажется, мне нужен у него всегда липковатый. Так, третий окунечек идет к нам в сумочку. О да, мне бы документики на этого окуня посмотреть. А есть какой-то там, может, документ, сертификат качества, там, паспорт? Конечно. Да, а можно посмотреть? Ну, это надо к старшим продавцам. А где он? Ну, просто я так шеплюну всякие пожарные. Это на окунь выходили? Да, на окунь. Ой, здравствуйте, как раз успели. Скажите, пожалуйста, купила вяленый окунь, может быть, хотелось бы взглянуть на какие-то документы на него, сертификат качества или что-то. Можно, да? И тут все куда-то пропали. Я уже здесь стою, ну сколько, минут 10-15. Просто сначала одна продавщица идет в другое, вызывает старшая. Старшая подходит ко мне. Ведь это уже понятен вопрос. Просто пойди, возьми документы, принеси мне их. Опять ушла, непонятно, когда она будет. Извините, пожалуйста, а про нас не забыли? Еще раз объяснила, кого я хочу увидеть, и, наконец-то, ко мне выходит старший продавец вместе с сертификатом качества. А, окунь. Это 6-й, 0-й, 3-й, срок сбривания 29 дип. То есть это я могу еще 10 дней, да, прохранить? Ну, вроде с документами все в порядке. Тогда приступаем к проверке качества этой рыбки. А поможет мне Татьяна, пищевой технолог. Купила рыбу, скумбрию свежемороженую, окуня вяленого, и хочу с вами узнать, можно ли вообще есть эту рыбу. В рыбе, в речной, морской, независимо от того, откуда она, довольно много паразитов. Для человека они являются довольно вредными, некоторые смертельно опасными, потому что поселяются вплоть до того, что в мозгу, в легких, в сердце, в печени поражают очень много органов в организме, когда начинают развиваться. Ого! Посмотрим, жило ли что-то в свежемороженной рыбке. Разрезаем рыбешку и достаем ее внутренности. И? Ну, вы знаете, я как-то ничего здесь не вижу. Ничего вы особенного не видите. Не вижу. А вот смотрите, какая интересная штука. Это червяк? Да, это червяк. Я в шоке! Черный, тонюсенький червь. Его даже не нужно было долго искать. Длиною сантиметра два такой круглый червь. Боже! Это ведь первое, что мы с вами заметили. Если там хорошо поковыряться, я вас уверяю, мы там много чего найдем. Но яйца, личинки, да, они довольно мелкие, вы их просто так не увидите глазами. Но эта рыба свежемороженная, а соответственно перед употреблением будет приготовлена. То есть термическая обработка убьет паразитов. 20 минут вы ее варите или минимум 20 минут вы ее жарите, в духовке запекаете. Ну а как же быть с вяленой рыбой? Ведь ее же не пожаришь. Такую рыбу я бы не рекомендовала бы никогда сама не буду кушать и не рекомендовала бы вам употреблять. Потому что она не обработана. Вы не знаете, что в этой рыбе. Давайте попробуем посмотреть, что у вас там. Начнем с простой вещи, с ее содержимой, ее животика. Боже, вот червяки! Я их вижу! Вот они! Он живой? Нет, он не жив. А мне кажется, он живой. Ого, какой он вблизи! Ой, а можно я тоже посмотрю на этого червяка? Такой жесткий, такой какой-то вот... Он примерз. Не могу поверить! В рыбе таки да! Черви! Интересно, что по их поводу скажет директор магазина, в котором я и купила этого окуня. Я купила у вас рыбу, то вот они здесь черви. Можно кого-то из администрации позвать? Можно. По каждому начальству у рыбного отдела собираются все продавщицы. Вы ее разорвали, а он там в середине? Да, да. Смотрите, они какие-то... Нет, нет. Десять минут, и ко мне выходит старший администратор. Здравствуйте. А перед рыбой глисты, вот. Ага. Хорошо, сейчас мы вам, значит, сделаем возврат. Снимайте вот эту всю рыбу. Администратор пытается оправдаться. Поставщик привез, да? Он же тоже не может заглянуть в середину кишки. Ну, это же какие-то, не знаю, нормы, при которых там рыбу содержат, как-то ее же выращивают. В принципе, да. В речной рыбе... Ну, вы бы ели бы такую рыбу? Нет, конечно. Понятно. Мы же вам не скажем, что вы ели что-нибудь. Мы же выбираем у вас сейчас поставщик кухни. Селитерный глист называется. Мы сами в шоке вот так будет. Селитерный вам возврат? Пойдемте. Идем на возврат. Ну, что же будет с глистатой рыбой? Вы вернете эту партию, свяжетесь. Мы забираем дать поставщику, мы же работать не будем. Если бы купил мужчина к пиву, который бы просто даже не обратил внимания. Вы это серьезно? Пытаюсь как-то вразумить женщину. Эта же рыба не будет подаваться никакой термической обработке. Получается, что там же шижевые роблячики в полевых распорах за мать ее. Понимаете? Ну, этот череп, пока он был жив, он откладывал личинки. Он жил в этой рыбе. Продолжал свою жизнь и деятельность. Как будто какал там. Туда же, да? И это все впитывалось в ткани мышечной рыбы. Может быть, это надо, кстати, узнать, если реально прочитать. Яйца остаются именно в тканях. Ну, надеюсь, инспектор пополнит свои знания о товаре. А я оставляю телефон и прошу срочно связаться со мной директора. Но не успела я отойти, как она уже тут, как тут. Глисты в рыбе. Честно, у меня слов нет. Я вас покупала еще один раз рыбу. И не раз. И вся рыба в вашем глистах. Это вы имеете в виду именно вяленую рыбу? Именно вяленая рыба, вяленый окунь. Она просто не то вяленая. Она просто с глистами. Сейчас, кстати, я вам могу продемонстрировать. Я уже этим, как специалист. Давайте я вам покажу. Ну, вот они. Вот, пожалуйста. Раз. Ну, вот. Два. Показывая уже почти родных мне червяков. Хорошо, что я так много ее купила. Может, спасла чью-то жизнь? Была закуплена неделя. Ну, не неделя, может, не пять назад. Это была дня три. Вся с глистами. Каждая рыбеха именно окунь. Ну, да. А вы другу рыбу брали? Пяленую. Нет, мне хватило окуня. У меня не было еще ни разу. Вы ели окуня этого? Вот, вот, вот он. Тут то же самое. Там то же самое. Можно я у вас одну рыбку возьму? Ну, нет. Эту рыбку я приберегу для исследования. Но тут директор магазина меня и вовсе удивила. Начала предлагать мне взятку. Я вам вынесла за ваши... Не надо. Вы возвращали. Нет. Мы ту рыбу уже сдали. Мы свои деньги получили. Это наша рыба, наши глисты. Лучше пойдемте в кабинет и узнаем все-таки, как такое получилось. Реальна рыба окунь. В него нашли глисты. Вы мне скажите, будь ласка, за последние две недели у нас той самой завоз рыбы, чи нет? То есть даже это может быть не наш. Значит, не наш. Надо выяснить чийца. И до них звонить. Странно, что директор магазина не помнит, кто поставщик рыбки. Ведь только что меня уверяла. В первую очередь звоню с собой, там, где нас рубляти, да? Звоню туда, сообщаю, что у нас такая ситуация. Вони сдаются все на проверку. Снимают абсолютно, возвращаем весь товар назад и винутилизируются. Теперь главное найти, кому сообщить. А может вы мне перезвоните, как будет что-то... Давайте запишу ваш номер. А я, чтобы узнать, чем же грозит употребление такой рыбки, спешу в лабораторию. Хочу сдать вот рыбу на наличие глистов, личинок их, именно в мышечных тканях рыбы, и на микробиологические исследования. Хорошо. Угу. Света, светит. Второй мальчик. Вы не будете обижать? Нет, конечно. А скажите, а через сколько будет готовый результат? Дни через шесть. Так буду скучать. Ждем. Кстати, когда я через несколько дней заглянула в этот магазинчик, рыбы уже не было. Окунь, да? Это не окунь. Это не окунь? А кто это? Это ляш. Вот это окунь кусочки. Кусочки, да? Угу, а укунь у меня нет. А был? Все, а был. А что с ним произошло? Сняли. Вы можете разрезать мне эту рыбу, я ее куплю, просто мне ее разрежьте. Нет, я понял. Смотрю пристально в брюшко и не вижу там ничего. А это значит? Ну, значит, все рыбу убрали. Ух. Убрали, да, ту партию? Убрали. Еще и директор позвонила. Мы ему сообщили, что мы у них полностью отказываемся от этой продукции. Чтобы в дальнейшем у нас не было таких ситуаций. Еле дождалась результатов лаборатории. Какие могут быть последствия после употребления такой рыбки? А не закидоз. Это есть паразитарное заболевание, они опасны для человека и затруднена их диагностика. Все эти симптомы может вызвать недостаточно просоленная рыба. А когда человек уже обращается с жалобами в больницу, без операции не обойтись. Людям делают операцию, находят вот этого уже возбудителя, который в спирали, который уже в стенку желудка или кишечника въелся и вызывает прободение. Ну, такие неприятные симптомы для людей. Ну что, вы еще хотите сушеной рыбки под холодное пиво? Обязательно попросите ее разрезать прямо в магазине.